дим напомню про карты друга и врага пожалуйста до конца друга знать карта друга это значит что вы обязательно должны попасть в бункер с данным человеком который там написано до вас или после вас понятно что если он вылетел то это не значит что теперь который до вас именно вот тот который был вот в начале игроков карта и новую карточку не сорян а можно мне тоже это ты проиграл ну то есть если человек друг у тебя уйдет ты можешь сказать вот он был моим другом я покидаю игру карточки друга и врага обязательно нужно будет вскрыть до какой-то момент да на ты в тот раз не сказал и мы вообще нам повезло что их нету не было ариночка чё спорим но как типа если я если я стою в бункере а ты вылетаешь ты мне 10 сапок да получается да и на варай давай ну да 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 ну мы не будем топить типа нет ну просто если одна из нас будешь ты чё чё держишь еще прочитал у тебя что-то да ему макридский член напиши мне я еще идет устрою перешивали вот он ржет не а здесь ничего или или x и что-то еще одну да не профессия еще 2 на выбор типа профессия и 2 на выбор это как ну я которые еще остались у тебя на выбор тебе нужны профессии пор и пол и возраст пол и возраст это одна характеристика а я понял нет не обязательно ты можешь не сразу их называть простоями вместе да 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 по строчкам одна строчка одна характеристика так в общем если все готовы то давайте приступим поехали значит в нашем мире наступила ядерная война радиоактивная пыль окутает всю планету закрыв солнечный свет и на земле наступит долгая ядерная зима после выхода из бункера сложности с почвой и водой необходим необходимо дополнительная химическая обработка остаток населения земли 5 процентов теперь о бункере площадь нашего бункера 80 квадрат ой не не тот зачитываю площадь нашего бункера 300 квадратных метров время пребывания 3 месяца имеются спальные места и запас питьевой воды и продовольствия на время нахождения в бункере помимо этого кухня столовая медицинский кабинет с набором инструментов ними химическая лаборатория оружейный склад и оборудованная теплица 30 квадратных метров что еще в конце теплица еще оборудованная секунду этот забыл всех а так какая была ядерная ядерная война а можно еще раз до бункера я просто не успел нихуя да сейчас скажу до бункера у нас ядерная война у нас закрыт солнечный свет и на земле ядерная зима после выхода из бункера сложности в общем то что нужно знать нашей катастрофе то что наступила ядерная зима нету солнечного света и необходимо дополнительная химическая обработка воды и почвы вот все что нужно знать вот про бункер я вам сказал ну и тогда я начну у меня конечно просто великолепная профессия я слесарь я больше не президент я теперь слесарь поэтому помогу со всем связанным не знаю с чем я помогу в бункере первое время не ну понятно что после выхода из бункера у меня хорошая работящая такая хорошая профессия при этом я что вам скажу самое полезное у меня в багаже семена пшеницы у меня в багаже семена пшеницы и мое хобби это сбор грибов давай фенарго счастливо но на во первых нет потому что не сказано что у нас проблема с растительностью нас проблема с почвой и плюс я напомню что мне еще семена пшеницы есть а у нас есть плите оборудованная теплица поэтому мои семена пшеницы точно вам пригодятся дальше у нас воде они разрастут еще раз секунду я извиняюсь мы скрываем получается три сейчас профессия профессия обязательно нам сколько времени надо бункере жить 3 месяца здорово блять здорово вать так и все ты все да да давай ребят тут слеса я настраивался что не профессия слесарь не переживайте у меня профессия бармен я думаю в бункере я буду самый полезный я приготовлю любой коктейль блять с жижей любой ладно короче сразу скажу я мужчина 25 лет в принципе как и в жизни и так чтобы вам такое сказать чтобы вам было полезно дополнительная информация резидент комеди баттл блять комеди клуб нахуй я короче буду вас я буду юморить вести хуйню короче я паша воля блять долбоеб который вас будет развлекать нахуй пока вам будет скучно ну без меня без меня вообще никак мужчина 25 лет здоровый здоровенный ну типа если что там в любой ситуации помогут а по моему блять как хорошо что у тебя в бункере какая четвертая какая четвертая он просто сказал что он здоровый не вскрыл здоровье фенаргот извини поторопился да я не вскрыл здоровье я просто говорю что типа я вскрыл профессию что я бармен полный возраст мужчина 25 лет и дополнительная информация резидент комеди клаб ну типа со мной будет весело хорошо блять не ну смысле это нормально брат нет хорошо что тебя не будет в бункере хуйлу ты ебаная блять спасибо дальше дина наргот а вы стойте слесарь семена пшеницы покажи и че ты еще о себе говорил ты я сказал что у меня семена пшеницы я слесарь и сбор грибов сбор грибов хобби у меня вы ёбутся суки я щас вас послушаю нахуй давай дина давай блять самура японский здравствуйте да кстати здравствуйте я по профессии на этот раз педагог кто педагог так пишется давай еще пять раз повтори блять пишется легитимно если что все в порядке с этим словом так вот соответственно означает что я подкована во многих сферах а в особенности обратите внимание пожалуйста смотрите моим хобби является изучение законов физики соответственно физика мое сильное место и в данной сложившейся катастрофе дамы и господа я вам очень сильно пригожусь а знаешь как яблочко падает высоко и так педагог пожалуйста не перебивайте да ну и сразу открою один из минусов у меня есть фобия я боюсь высоты боюсь высоты эта фобия мне никак не помешает а наш бункер на дереве или где нет надежды спросил он в пространстве блять в данном случае Дима с твоего члена не испугается упасть там даже упасть там не планирую оказаться не планируешь а мне говорилось что планируешь откуда вот такая вот спасибо большое а погоди ты сказала то что ты педагог боязнь высоты и что еще да изучение законов физики таким образом это твое хобби да да это хобби это значит она один этот закон знает и все максимум нет 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 ребята ну смотрите я человек образованный и умею обучать других людей главное что ты в это веришь видимо Concord Мы измеряем В чем измеряется сила по физике все да спасибо ureau 교 что энергия понял что у нас физиков тут нету точно давай давай давайте давайте когда идет для меня давай у меня спит почему только одна девочка сказала что она готова я астро физик у нас если что нету солнечного света это просто девочки замечательно просто женщина 19 и я вообще спокойно вскрою вам что хотите но вскрою например сейчас я предлагаю выкинуть сразу они же там поспорили что на 1 вылетит вот она пожалуйста и пробует прежде чем продолжить я напомню то что для женщин для тех у кого женщина репродуктивный возраст до 49 после женщина рожать не может мужчин мужчины могут это раз во вторых давайте поменьше перебивать а то игра превратится хорошо дополню просто начать написали так как она как она будет смотреть на небо если ядерная зима и не можно невозможно сквозь дым смотреть короче там ничего не видно да нас ничего не наружу у нас ядерная зима у тебя звездочки есть это но в айфоне спасибо дальше маша и так важная профессия для нас всех я писать популярный писатель и когда у нас все это закончится я обязательно пишу книгу о том как мы все выжили книгу и не надо не надо рассказ напишу рассказ биографию каждого вот еще я уверена что у нас очень много милых прекрасных да и моё хобби это косметология поэтому я очень полезна косметология поэтому маш не смогу дефать никак как договорить сколько лет сколько лет давайте тогда может мне минус какой-то я настырная это минус ну да я я я просто я помню все карточки которые существуют в игре я пробил косметологии нету ты видимо неправильно прочитала у тебя космология я полез на арине все я полезно хорошо а третье полезно самый бесполезный популярный писатель космология в ее профессии не популярны писатель космологии и что еще настырная настырная все спасибо арина джоути астропизик женщина 19 лет и какой-то характер прямой прямо прямо все дальше похоже доброе утро какое утро долбает какой-то доброе ядерная зима по профессии я стоматолог что это значит что я смогу менять все вставные челюсти дмитрию лицу смогу снять брекеты с наташи бля когда придет время и так что вам еще раскрыть у меня все плохо я девушка тебе девять лет еще учиться нет у меня у меня мама стоматолог так что я уже а вот это уже пиздёшь там такого не написано а ты рожаешь хочешь проверить тебя нет ничего 3 у тебя нет нет и так что ты раскрыл кроме стоматолога итак выбираете я бы хотел рассказать про свою фобию давай какая хуй вам не расскажу у меня нету фобий спасибо нет фобий как и идеальное здоровье да дальше илья иксайл приветствовать в бункере надеюсь мы отлично проведем время и долгое время меня не выкиньте я понял а ну типа мы сначала мы еще на улице типа стоим или мы как мы еще не попали на нас нахуй капает блять мы своим так и быстрее сука быстрее мы решаем ну ладно профессия хакер сломай жопу димана блять хакера это не только человек который разбирается в программных различных вещах но еще додики баны который за компьютером человек который разбирается с оборудованием также я раскрою свой возраст я женщина мне 45 лет и напомню вам друзья напомню напомню вам друзья то что это 45 45 хорош хакенов по-любому ну смысле это это считается потому что я могу рожать детей потом возноклассниках стримы запускает а толку-то от этого 18-19 лет малышки зачем нам да да как но они же юзлис а у меня опыта сколько димас блять нахуй тебе здоровый его тоже не знаю студентки блять вот очередной который свисает главное это опыт и знания понимаешь ну и раскрой свою фобию боюсь крыс мышей но нахуй нахуй мусофобия у меня ну я думаю что ничего страшного пару попадаешь в бункер я так и записал боится макривского а если в бункере крысы да вот шестерка они живут под землей все спасибо дальше бустер он же большие яйца не славу то офисеть нельзя это попробуй разьюйся может лучше будет глухо не мой видишь у него такое лицо как бы он сейчас будет все врать ребят ну я здоровый крепкий парень не слышно а ложь все слышно теперь слышно блять ребят ну здравствуйте добро пожаловать в бункер что я могу о себе сказать ребят ну давайте начнем с профессии у меня очень полезная профессия я переводчик ребят не а че в смысле блять вы не стали из какой вы страны нахуй уехал давай переводчик ну короче подойдет да да вообще охотенно так смотри второе знаешь я расскажу что ну о себе дополнительную информацию блять я подрабатываю в театре ребят ну клоун блять что это твоя профессия нет дополнительная информация переводчик братан чтобы вы друг друга понимали я вам переведу понимаешь блять не разумею переведите будь ласка чуишь ну попозже с камня бункер пустите блять такая побазаренная работа театре что ты щас сказал вин пиздеть работаю в театре это дополнительная информация а третье ребят щас я подумаю что раскрыть давай либо фобию либо состояние здоровья либо хобби выбирайте состояние здоровья давай здоровья здоровья ребят со мной так вышло что я косоглазый не знаю не знаю это ничего нет это ничего такого ну в принципе это ни на что не влияет ребят да это ни на что не влияет все надеюсь вы меня впустите ребят злой окей добро пожаловать наш прекрасный бункер мои сожители прекрасные личности боев ты просишься я я я не прошусь я уже там я владелец братан я через окошко базарю бункер наружу стоять я хочу вам сказать то что моя профессия специалист по мировой экономике что это нам дает то что их то что если мы будем растить семена я буду прекрасно распоряжать между всеми считай потому что кто-то из вас умеет считать хотите сказать что переводчик умеет читать давай дальше следующий английский умеет сильно-сильно нам пригодится по состоянию моих фобии чтобы не были не подозревали во мне ничего у меня их не существует у меня их вообще не существует мои фобии чтобы понимали я без фобий разумеете а также моя дополнительная информация вы думаете почему я стал блять специалистом по мировой экономике моя дополнительная информация когда ты блять говорить нахуй не умеешь блять мировая экономика блять мировая экономика блять жуешь уже кусок давай я блять ограбил банк когда-то нахуй подожди у нас илья боится крыс блять крыса крысяра блять ограбил раз и ограбит нас блять